МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В том-то смысле да. Это правильное внесение даже тех же удобрений, чтобы поддержать наши культуры. Это тоже большое дело, потому что если мы неправильно не в срок внесем, вот это наше качество, это наш урожай. Плюс защита от болезней, защита от вредителей. Это тоже здесь надо научный подход. Когда это правильно внести? Или от одного вредителя, или второго. Здесь тоже надо знать и биологию культуры, и вредителя. Что в этом плане, в помощь аграриям, готовы сегодня предложить специалисты областной опытной сельскохозяйственной станции Национальной академии наук? В первую очередь мы производим оригинальные семена всех сельхозкультур и элитные семена. Поэтому мы предлагаем нашей области и ближайшим нашим областям семена всех культур. Плюс сопровождение по технологиям. Мы никогда не отказываемся проконсультировать. Будет это сельхозпредприятие, или это фермер, или это частное лицо. Потому что очень много людей к нам обращаются, и мы стараемся помочь всем, чем можем, по нашим культурам, которыми мы вас делаем. Сегодня в студию вы с собой взяли по-настоящему целебный синий, или я бы даже сказал фиолетовый картофель. Расскажите о нем подробнее. Это новые сортообразцы белорусской селекции, которые мы ждем, что их внесут в реестр. Осталось год их изучать. Это антициановая окраска, которая сохраняется при варке, при разрезе. И вот этот цвет антициан – это оксиданты, которые очень помогают нашему организму очистить кровосносные сосуды. Есть даже научные доказательства США, что этот картофель цветной помогает при онкозаболеваниях, уменьшаются клетки, размножение клеток. Если такой картофель употреблять каждый день. Этот картофель идет на чипсы, и чипсы получаются тоже вот такие цветные, красивые. В США и в Европе уже есть очень много сортов с красной окраской. Это и фиолетовая, и синяя, и красная. И все эти сорта, они по целебности не уступают друг другу. И приравниваются к бруссельской капусте, к цветной капусте. Пюре или дольки после приготовления тоже такого же фиолетового цвета? Фиолетового цвета и не менее. И даже в суп, если сварить, в борще, в супе, они такие остаются. Фиолетовые, фиолетовые, розовые, розовые. Когда эти сорта могут появиться в широкой продаже? Если на следующий год их внесут в госреестр, уже параллельно с наукой идет их и размножение. Поэтому, я думаю, год-два, и они будут доступны и на промпереработку, и семена. Наука не дремлет, так сказать. Она одновременно изучает и размножает. Я знаю, что около пяти лет назад на полях опытной сельхозстанции в Рогачевском районе вы взялись за выращивание арбузов. Вот интересно, зарубежным наши, белорусские, наши гомерские не уступают? Нет, не уступают. Они очень вкусные, очень сочные. Единственное, у них разница есть с южными. Это наши более сочные, а у них более такие суховатые, сухого вещества больше. А у нас сухого вещества не хватает солнца для них. У нас выращиваем мы арбуз рассадным способом. Сначала выращиваем рассаду, потом высаживаем ее в поле и получаем арбуз. А в южных странах там прямой высев, у них больше солнца. Но они по вкусовым качествам не уступают зарубежным аналогам. Единственное, используем семена зарубежные. Это гибриды первого поколения. Помган и Романза. За последнее время действительно многое поменялось. Поменялись климатические зоны. В Гомельской области стало теплее. Что уж тут говорить. Арбузы выращиваем, дыни тоже. И даже бананы с ананасами, но правда в теплицах спецучреждений. Скажите, а как насчет двойного урожая за сезон? Это реально сегодня? Некоторых культур, да, реально. Начнем с капусты пекинской, цветной. Мы ее можем три раза даже за сезон получить. Головку они нарастают быстро. Кроме этого, наша традиционная картофель. Мы тоже можем взять два урожая. Единственный подход другой. На большой площади это не посадишь. На первый урожай, конечно, это более трудоемкая, более затратная технология. Но вполне реальная. Надо с февраля месяца проращивать картофель, прогревать. Раньше выходить в поле. И иногда даже готовить поле к посадке с осени. И весной только высаживать на те грады. Накрывать пленкой темной, чтобы быстрее земля прогревалась. Потом садятся туда клубни, которые прорастились. И опять же накрываются спонбонтом. Такой картофель в июне месяце убирается. И на повторный урожай картофель садится клубнями прошлого года. Тоже не теми молодыми, которыми получили. А со старого урожая. Он сходит намного быстрее, потому что земля уже прогрета. Температурный режим высокий за две недели. Он сходит и, так сказать, вегетирует. И в завершении интервью, ваше мнение, насколько эффективно сегодня отрасли в полной ли мере пользуются помощью науки? И вообще, какой видите роль науки в развитии сельского хозяйства в регионе? Вы знаете, без науки, наверное, никуда. Грамотные специалисты, которые знают, что надо все-таки заглядывать и в учебник, или в то учреждение, которое этим занимается, они всегда обращаются. Потому что, как я говорила, приходят новые к нам болезни, приходят новые вредители. И не всегда специалисты знают, кто это. Это надо доскональное изучение и знать, как и в какой период это снять. Поэтому и даже наши традиционные технологии, мы же их постоянно дорабатываем. Дорабатываем, изучаем, что-то находим новое, какие-то новые формы удобрений появляются. Их надо изучать, когда их правильно внести, какую дозу дать, чтобы не переборщить, или, наоборот, чего-то там не додать. А все это играет на качество, на вкус и на урожай. Спасибо большое за это интервью и за вашу работу. Успехов в делах. И до встречи в эфире. И вам спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин